Здарова, народ! Сезонный видос, короче говоря, по пневматике. Каждый год, как известно, из года в год человек, у которого есть PSP, ой, не PSP, переломная пневматика, как правило, это дурастрелы, хацаны, ну, либо Дианы, там, я не знаю, у кого-то, кто поблатнее, у того там, Бенджамины всякие, хочет себе приобрести PSP-пневматику. Ну, волей-неволей всё равно проскакивает такая воздушка, как Крал. С годами, точнее, у неё качество маленько всё-таки улучшается, ну, не маленько, а, в общем, во всяком случае, по железу всё идёт пучком. Сейчас конкретненько вам расскажу, допустим, если вы сегодня ещё, допустим, владеете переломкой, про неё знаете всё, и завтра хотите, допустим, стать владельцем PSP-шки. Во-первых, начнём с самого главного. Если раньше я брал заказы непосредственно полностью, ну, то есть, ехал, отбирал воздушку, бароскопом просматривал всё, то есть, чтобы всё было как в аптеке, то теперь я этим заниматься не буду. Наконец-то, да. У меня есть хороший товарищ, знакомый, мы давно с ним общаемся, и у него, короче говоря, есть, ну, магазин, где появились вот эти вот Кралы. Там стопроцентово, то есть, ну, во всяком случае, мы с ним общаемся и на тему Кралов, вот, и если у него какие-то возникают вопросы, я им подсказываю, рассказываю, где что, когда смотреть, пятое, десятое. Короче говоря, самые вкусные цены, это не реклама, ну, хотя, да, реклама. Самые вкусные цены будут там. Дешевле вы точно нигде не найдёте, но вам нужно будет, короче, написать, что вы с канала. Тогда, да, будет скидка какая-то небольшая. Ну, цена будет определяться непосредственно от нынешнего настоящего рынка. Ну, и тем не менее, она будет ниже рыночной, это сто процентов. Второе, что будет, у вас, допустим, если вы звонили в какие-нибудь уже популярные магазины, да, вам наверняка спрашивали, то есть, нужно ли вам положить дополнительно клапан в комплект. Тысяч четыреста рублей дополнительно кладите, и мы вам дополнительно положим клапан. Он у вас уже будет бесплатно. Это я вам сто процентов говорю. Тоже в комплекте. Пока там, я как понял, ну, во всяком случае, я общаюсь на тему Кралов. Ну, в общем, ссылка на его ВК будет в описании. Пишите, звоните, то есть, общайтесь. Он вам всё подскажет. Если что-то не подскажет, можете мне ВК написать, он подскажет там, как меня найти. Ну, и также у нас будет с ним налажена логистика. У меня просто, если честно, нет сейчас времени. Если раньше я выделял день-два в неделю вот эти вот разъезды, то есть, набирал заказов там, да, допустим, там одна-две, бывало там семь воздушек как-то у меня было за неделю. Если я ехал, отбирал, смотрел, то сейчас у меня просто, ну, нет на это времени. Ситуация сложилась так, что мне это делать теперь не нужно. То есть, грубо говоря, хотите стоковую, заказывайте сток. Хотите, допустим, немного её обслужить, там, проверить резиночки, там, перетечки, утечки, прочее остальное с коробки, чтобы её там, грубо говоря, немножко подвести до ума. То у нас налажена с ним логистика, поэтому вот это вот всё движуха пройдёт, и, грубо говоря, конечному потребителю уйдёт уже, грубо говоря, отличный экземпляр. Следующий момент для тех, кто хочет самостоятельно всё-таки прийти в магазин, я всё знаю, я всё умею, и выбрать себе воздушку. Ну, кто заказывает по интернету, в принципе, я вам сказал. То есть, чтобы не наяв... ну, в смысле, не остаться, так сказать, в сандалях, ссылку я вам на ВК дал. Можете заказывать там, можете заказывать в другом месте, кто как хочет, то есть, допустим. Ну, если вы, короче говоря, всё-таки решили пойти самостоятельно выбрать, ну, и вряд ли у вас есть бароскоп такая штука, кстати говоря, мы сейчас бароскопом пробежим, по стволам, вот по этому кастрированному стволику, я уже думаю, многие, да, обратили внимание, что он кастрирован, беда с ним такая одна приключилась, и по вот этому стволу, который 22-го года выпуска. Кстати говоря, дудка очень неплохая, что лучше уже не будет, но, блин, здесь даже, мне кажется, уже полировка будет не нужна. Но, тем не менее, всё равно я его пасточкой пройдусь обязательно по этому стволику. В общем, на что надо смотреть? Как бы тут это всё дело теперь разместить? Ну, смотрите, вот можно обратить внимание, сейчас буду показывать, на вот этот вот кант, кант фаски. Видно, не видно? Вот так вот. Ну, да, я думаю, видно. В стволиках, в дешёвых, бывает то, что вот это вот само отверстие, где проходит пулька, оно может смещено быть сюда, 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 туда, туда. Короче, то есть, здесь будет мясо больше, здесь мясо меньше, либо наоборот. И вообще, может быть, фаска зарезана не чётко, вот так вот параллельно, а как-нибудь вот так вот, наискос. Такие моменты бывают. Сразу исключаем эту воздушку из потенциальных приобретений и переходим к другой. В остальном, больше вы вряд ли что-то сможете посмотреть. Ну, можете проверить плоскость ствола, то есть, потому что некоторые модераторы идут, которые упираются в торец среза. Но, как правило, краловские модераторы родные, они, кстати говоря, отличные, ну, во всяком случае, для кралов, у них идёт упор непосредственно вот в эту проточку. То есть, ну, если глаз меткий, можете на глаз это посмотреть дело. Это как обойтись без особого инструмента. Касаемо вот этого кострата, наверняка уже многие заметили, что произошло. В общем, воздушка была куплена БУ, и по факту, после тщательных полировок ствола, был выявлен такой момент косяк. То, что у неё, ну, стволы вообще вот эти делаются методом дарнирования, это довольно-таки дешёвый метод. Нарезание нарезов, полей нарезов в канале ствола, что в пневматике, что в огнестрельном оружии. Ну, в нашем случае здесь просто используется сталь не оружейная, а помягче, так скажем. Ну, в целом, просто вот этот вот самый метод, вот это вот дарнирование, протягивание дорна через канал ствола, он считается довольно дешёвым. И довольно-таки самым неточным, то есть, так сказать. То есть, к нему нужно больше, так скажем, внимательности, там, центровок, прочего остального, чтобы вот этот вот дорн аккуратненько протянул без колебаний. Стволы дешёвые. Ну, и вот здесь вот я вам просто сейчас покажу, чтобы много сильно не затягивать. Можно увидеть на полях нарезов, поля это вот выступающие такие вот полосочки, а нарезы это вот то, что глубоко, короче. То, что вот выпирает это поля, то, что не выпирает это нарезы. Вот видно на полях такие вот как бы ямки, как неровная дорога. И вот это вот было скрыто слоями свинца разных пуль. И вот это вот, кстати говоря, даёт очень-очень серьёзный разброс. Потому что, когда начинаешь после того, как ты её вычистил, тянуть здесь пульку, вот на этом участке получается что? То есть, грубо говоря, вот как едешь по ровной дороге, а потом переезжаешь на гравийку. И вот тут не то чтобы бочки, а тут прям вот прям как будто её начинает колбасить. То есть, ты просто шомпол мою протягиваешь и чувствуешь, как её начинает бить. При этом протягивал я изначально валанчиковые пульки. Сейчас покажу, где она у меня, по-моему. Вот, у меня да, протянутая одна есть. На них вроде бы как бы ничего такого криминального нет. Но стоило мне взять 639 полнотелую пульку и попробовать её протянуть. И вот тут вот где-то, сейчас я вам покажу, если он ещё не окислился. Ну вот, можно увидеть забои. Тут вот вообще полтела, полмяса смяло. Ну, на камеру не очень хорошо видно, но поверьте. Короче говоря, стволик этот не жилец. Ну, и так сделали, так сказать, мою эту кастрацию. Поначалу, бароскопом, причём эту фигню не видно. Видно как будто, ну, как небольшое такое расхождение дорных. И тут тоже на первый взгляд, как бы я посмотрел, вроде всё нормально, ничего. Пробую стрелять, а хрен бы там, короче говоря, разброс. То есть, вычищаешь полностью пастами, вымываешь, 10-12 пуль летит, дальше начинается вот эта вот колбасня. Думал, может быть, вся вот эта вот фигня непосредственно в самом вот этом вот сужении. Псевдочоке, так сказать, в валанчиковых винтовках это дело присутствует. Но нифига, потом присмотрелся. В общем, вот такой вот участок приблизительно здесь вот в этом вот, вот в этой гравийной дороге, так скажем. Вот, в общем-то, в принципе, по большому счёту и всё. Всё, что вы сможете посмотреть. Дальше что? А дальше очень важное. Если вы владеете пружинно-поршневой пневматикой, вы наверняка знаете, да, то, что есть такая тема, как газовые пружины, там, на 120-140 атмосфер, 170. Это лютые пацаны 200 ставят. Даже 210 где-то видел картинку. Здесь такая херь не прокатит. Здесь работает всё за счёт давления сжатого воздуха. Если у нас на вот этом вот спидометре написано 300, и стрелочка идёт до 200, ну, и нолик, и соточка, это не значит то, что если мы, грубо говоря, заправим полный бак, то мы поедем до Сочи. Объясню простым языком. Вот это вот хреновина, называется ударник. Так, ударник у нас поджат вот такой вот пружинкой. Когда мы взводим винтовку, у нас это всё дело сжимается. Когда мы нажимаем на спусковой крючок, у нас это разжимается. И ударник у нас летит сюда. А отсюда уже у нас торчит клапан, который поджат помимо вот этой вот пружинки, которая, кстати говоря, как многие, ну, специалисты уже могли заметить, длиннее. Она стандартная, я сейчас удивился, на самом деле должно быть 16 витков, сейчас к ней вернёмся. Помимо, в общем, вот этой вот пружинки, когда у нас всё делает поджато, у нас ещё давит, очень сильно давит вот на этот клапан, когда он у нас находится всё дело, вот это вот в сборе, сжатый воздух. Так вот, если воздух у нас заправлен много, то на клапан у нас и давит много. Если воздух у нас заправлено не очень много, 200, допустим, то у нас не очень сильно он давит. И что же получается? Поскольку у нас усилие вот этого ударника, грубо говоря, бьёт с одинаковой силой относительно по клапану, а здесь воздуха много, то чем сильнее у нас клапан зажат, тем меньше, за счёт того, что на него давит большое количество воздуха, он откроется, то есть меньшую порцию воздуха он выпустит. Как только ему становится полегче, то есть воздуха давит немного, он начинает, соответственно, открываться сильнее. Вот эта пружина, по факту, где она? Если в пустой резервуар без воздуха шлёпнуть ударником, вот этот ударник просто у нас улетит, улетит вот сюда, и его там заклинит. А ещё, скорее всего, его вот здесь сломает. Поэтому в пустой винтовке никогда холостить нельзя. Чего говоря, без воздуха стрелять вообще нельзя. Ну, короче, холостить, спуск спускать. И поэтому, чтобы выйти на нормальной порции воздуха, которую он будет выпускать, существует так называемая плата. Я каждый раз во всех видео это рассказываю, но, блин, это приходится делать, чтобы мне потом в комментариях не писали. Поэтому я на комментарии зачастую не отвечаю на такие, потому что, в принципе, этой информации полно. Но в каждом видео всё равно я вот это вот рассказываю. Так вот, и вот эта вот плата, она и настраивается. Не то, что здесь расчётное давление у нас с 200 до 100, грубо говоря, вот зелёная шкала. Мы можем забраться и дальше, потому что были энтузиасты, которые, грубо говоря, там качали там 290 и 300 качали в этот резервуар, и он держит. Вот насколько этот резервуар крепкий, Александр, по-моему, какое видео-то? Я не помню, короче, какое у него видео. Ну, канал, магазин 9 на 18 у него, RUGUNS LAB, короче говоря, он проводил тест, он у него 600 качков задумал. 600! Ребят, и с резервуаром ничего не случилось. Тут же говорится, что на 300 что-то с ним случится. Ну, это касаемо прочности. Так вот, у стоковой воздушки, грубо говоря, которую получили из коробки, у неё и будет приблизительная плата. Ну, где-то от... здесь вот одно деление равно 20 барам. Оно будет где-то примерно у вас от 200-180 и хлопаем-хлопаем где-то до 100-110. Потяжелее пульку захотели, можно перенастроить, то есть, короче говоря, можно и так пострелять. И тогда плата уходит у нас немножко чуть-чуть дальше, то есть где-то 200-210 и до 130-140, чтобы порция воздуха была побольше, соответственно, чтобы пульку толкать подальше. В принципе, на этом тематические минимальные ликбезы, я думаю, что можно закончить. Переходим теперь вот к этой пружине. Что меня удивило? В общем, когда я стал разбирать вот эту пробку, а так скажем, это вот сейчас как раз-таки есть логистическая движуха с магазина ко мне и от меня уже к конечному потребителю, я заметил, то есть, стравил воздух, начинаю продавливать клапан, вот что-то больно шибко как-то туго продавливается. Ну, у меня моторика пальцев, в принципе, в этом плане настроена, потому что воздушек проходит большое количество. Разбираю, смотрю, получается вот такая вот длинная пружина. У нее вообще должно быть 16 витков всего. Смотрим, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шесть. Вот, шестнадцатый виток, он должен быть уже сюда прижатый. То есть, вот на насколько длиннее. Думаю, ну, может, что-то там доработали, переработали, либо просто стали такие пружины ставить. Может, у них отрезная машинка там на сантиметр промахнулась. Не знаю, всякое бывает. А, возможно, инженер что-то придумали. Может, я что-то недопонимаю. Но что вот это вот на самом деле может давать? Вот эта вот длинная пружина. Длинная пружина даст то, что мы будем по вот этой вот лесенке плата забираться вверх. В валанчиковой воздушке, в принципе, это не очень актуально. А вот в полнотелой это на самом деле уже такой серьезный, так сказать, просчет может получиться. Ну, мы сейчас этого касаться не будем. Потом думал, ну, может быть, здесь развесовка ударника. Да нет, ударник как и весил 43, так он и весит 43. Ну, у них диапазон 42-44, то есть где-то там пару грамм разница. Это конкретно краловские ударники. Ну, значит, может быть, что-то здесь пошло не так. Ну, с этой херней я, короче говоря, сам разберусь. Посмотрю, что где, чему, что куда. Здесь вот проходные точно такие же остались. Все точно такое же. По факту только вот из изменений вот такая вот пружина. Ну, и еще теперь пробка, которая у нас поджимает пружину ударника, имеет вот такое вот сверление и резьбу. Для чего и как это должно там реализовываться? То есть, может быть, какая-нибудь защита должна стоять, вот эта вот трехджоульная. Я не знаю, я пока вот еще, ну, не допонял, как вот это все должно работать. Либо это какая-то модернизация пробки к следующей модели. Может быть, есть какая-то модель у крала, которая, я не знаю, где вот эта вот резьба и внутреннее вот это вот отверстие выполняют какую-то роль. Ну, в общем-то, пока что не знаю. Раньше вот это вот все было надлухо закупорено. И хорошо, что здесь сейчас годами наконец-то, наконец-то появляется пропил побольше. Раньше он был вообще микроскопический, там никакой отвертки, ничем он не откручивает. Приходилось все делать вручную. Ну, теперь для самых терпеливых, сейчас, короче говоря, мы бароскопом залезем в эти оба стволика, я вам покажу, какие где могут быть косяки. Так, для начала возьмем эталон, образец. Зеркало 6-миллиметровое я поставил, передать. Я сейчас изображение выведу на большой экран, так сказать. Чтобы было всем все понятно. Хоп, все, поехали. Загоняем. Пардоньте, у меня тут это, звонок важный был. Так, в общем, давайте я сейчас включу здесь видеозапись, выведу все это дело на большой экран. Ну, видно пульный вход, непосредственно вот он, сам перепуск, откуда у нас попадает воздух и толкает дальше пульку на вот эти вот поля. Видно, как методом дарнения, не очень аккуратно, но, тем не менее, это никак ни на что влияет. Выполнены вот эти вот поля нарезов. Ну, по факту, где у нас пульный вход, ну, он, хрест с ним. Можно видеть, что в принципе и в целом, дальше, где у нас, когда пуля начинает трогаться, все неплохо. Это вот грязь. Это уйдет после прохода пасты. Я с такими частями уже сталкиваюсь. И вот, кстати, можно видеть вот эти вот колечки, которые, ну, от Дорна остаются. Ничего страшного, они микроскопические, то есть это все прогонным пачтем, когда снятый ствол смотрится и все это видно, ну, когда подсвечиваешь фонариком, критические они или не критические. Я вам потом сейчас еще покажу на бракованном стволе. И, в общем-то, по большому счету, вот эти вот полоски, их только вот Бороскоп сейчас показывает. То есть, что здесь, Дорн прошел, ее не пристреливали, не прикатывали. Грубо говоря, по размерам ствол совпал, его закинули, грубо говоря, в воздушку и поехала она. То есть, нет такого контроля, как с огнестрельным лицензионным оружием. Поэтому, ну, тем более, бюджетная PSP-пневматика. Ну, опять же, кто мониторил цены по магазинам, будут приятно удивлены, когда перейдут по ссылке. Ссылки я оставлю и в... Как его звать-то? Ну, в описании, в первом закрепленном комментарии. Вот. Там у Андрея все спросите, он вам все подскажет. Ну, здесь вот, я когда вот проходил бароскопом, я был прям крайне-крайне приятно удивлен, какие идут стволики. Наверное, у Андрея тоже есть бароскоп, и он мне просто о чем-то не рассказывает. Так, это что? Нет, это так свет упал. Я думал, поле бракованное. Ну, и вот здесь вот, вот мы уже почти подходим к дульному срезу. Там сейчас мы увидим кусочки краски. Да, вот. Это куски напыления краски. То, чем окрашивается в черный цвет сам стволик. Ну, и здесь, тем не менее, можно будет увидеть, насколько, блин, я был удивлен, сделана фаска. То есть, для крала это вообще, это что-то с чем-то. Это нонсенс. Я уверен, что, в принципе, даже без особых усилий этот стволик будет стрелять неплохо. Ну, мы посмотрим, как он будет стрелять. Я, видимо, не буду ставить. Может, фотку вставлю какую-нибудь. Потому что это долго, нудно и неохота. То есть, мне сейчас ее дособрать, эту ладушку, и, грубо говоря, отправить уже, подготовить к отправке. Вот. Так, это мы посмотрели с вами фильм про хороший стволик. Теперь давайте залезем в печаль. Точно так же. И я вам немного прокомментирую некоторые моменты. Так, сейчас мы его сразу сюда. Опять сорвалось. Так. Поехали. В общем, здесь что мы видим? Вот. Мои попытки сделать плавный пульный заход. И поехали, в общем-то, дальше. Нам это не важно. Это вот заполированные уже части. То есть, тут уже и жесткий абразив работал. Вот на это кольцо, в принципе, внимания обращать не стоит. Через него пульт проходит довольно-таки легко. Хотя внешне оно, блин, ну, выглядит, мягко говоря, не очень. Едем дальше. Вот эти вот периодические колечки, встречающиеся. И сейчас мы с вами давайте сразу до этой терки дойдем, чтобы много времени не занимать. Ну, и здесь, кстати, можно увидеть, что поля нарезов, они очень плохо, не характерно выражены. Вот обратите внимание на правую нижнюю часть экрана, где мы без зеркала смотрим. То есть, видно, грубо говоря, ну, вдаль, когда смотрим, видно, насколько эти поля нарезов, они, ну, не характерно, не так характерно выражены, как на предыдущем канале ствола. Ну, и вот она, первая наша терочка. То есть, вот если посмотреть и в правую часть экрана, где без зеркала, и где на зеркале, можно увидеть вот эти вот рытвины. Причем они не убираются, то есть, это не свинец. И дальше, вот если без пологого бароскопа смотреть, ничего не видно, а на зеркале мы уже видим. Вот это вот терка. Видите, я ее заполировал, пытался в зеркало все убрать. И вот этого зеркала хватает на 10-12 выстрелов точных. Дальше все, начинается просто сеять. Это вот мертвый ствол. То есть, с ним можно сделать только вообще его обрезать в ноль, в конец. Попытки его сглаживания, фаски. Ну, здесь, конечно, черновую, я ничего до блеска не доводил. Ну, видно, сход с полей правильный. И, соответственно, такого разброса, как больше, чем ладонь, его быть не должно было. В общем-то, вот такая вот история по поводу вот этого стволика. Ну, не знаю, что с ним будет, то есть, какая дальнейшая история. Там пока, в общем, размышления идут, менять его, не менять. Ну, мне, в общем-то, по большому счету, что делать, без разницы. Ну, и под завершение, в общем-то, всего вот этого сыра-бора еще раз подведем итоги. Если, допустим, после ПППшки ваш выбор пал на крал, где взять подешевле, и чтобы вас с комплектацией, так сказать, не обхитрили, пишите по ВК, по ссылке Андрею. Вот, он вам все подскажет, расскажет, проконсультирует, где чего и как. Дополнительно хотите какое-то обслуживание, опять же повторил, у нас с ним логистика работает. Это я все к чему? К тому, что я больше не буду брать личные заказы. Нет времени. По прицелам, прочему, остальному, я уже говорил, комментировал. Вот есть такие вот прицелы. Вестхантер называется 416. Можно поставить 624 в первой фокальной плоскости. Для пневматики отличная штука. По поводу насос, баллон или компрессор, то есть я вам рекомендую все-таки брать компрессор, потому что с насосом особо не постреляешь. Там качаешь, отдыхаешь, два барабанчика стрельнул, и потом опять качаешь, отдыхаешь опять. Ну, в общем, короче, не стрельба, а, так сказать, занятие спортом. В любом случае, будут какие-то вопросы, комментарии всегда открыты, постараюсь на них ответить. Продолжение следует...